Мы начали говорить о социальных сетях и о, как это называть, приказе, пожелании Радия Хабирова о том, что у всех чиновников, прежде всего глав муниципалитетов должны быть страницы, и вот вы начали говорить, что начали люди их заводить. И это похоже на то, что было у нас... Это очень похоже, да. Но тогда, конечно, было немножко иное время. Мы помним, как Дмитрий Медведев тоже подал такой знаковый пример чиновничеству федеральному. Региональное чиновничество было вообще в растерянности от того, что пришел Хамитов, у которого есть жилой журнал. Многие пытались имитировать. Сейчас это технологически проще. И буквально в течение двух-трех дней действительно вот этот вот вал этих аккаунтов с грустными лицами в синих пиджаках, значит, вот этих вот товарищей, которых узнаешь там по фамилии. А, смотришь, там глава такого-то района. А вы обратите внимание, что не все завели. Я специально проверял. Вот минувшие выходные у некоторых глав районов не было аккаунтов. Ну, конечно, конечно, нет. Так как их у нас там 64, насколько я помню, этих районов. Многие не стали этого делать, пометуя о судьбе этой затеи. А так можно было, что ли? На самом деле можно. Ну, то есть формально. И не всех поймают за руку, и не всех проверят, хотя бы потому, что не существует система контроля. То есть вот один из главных дефектов всех вот этих вот компаний, да, вот таких вот, по вовлечению чиновничества в сферу прямого общения с населением, одной из главных проблем здесь является отсутствие контроля за исполнением и качеством этих процессов. Ну, завели они аккаунты. Так сложно проверить аккаунты одного человека, проверить за день. Ну, это вот мы так рассуждаем, как люди с конструктивным мышлением. А государственный аппарат, он, как правило, исключает вот такие подходы прямые и понятные. Это же надо написать приказ, определить ответственных. А кто этим будет заниматься? Азаматов или там какой-нибудь там Дима из этого ведомства Азаматова или еще кто-то? Да никто не будет. То есть, и вот в крайнем случае, если уж там какое-то прямое указание там будет, а ну-ка, значит, проверьте. А как же система инцидент? Она не ради этого ли создана, чтобы как раз оттуда получать трафик? Ну, система инцидент, я бы вот не хотел огорчать жителей республики прямо вот так вот до невозможности, как говорил Глеб Жеглов. Но на самом деле это такая достаточно печальная история в том смысле, что, конечно, работать она не будет по той простой причине, что сами принципы работы этой системы не подразумевают ее работоспособность. Это, ну, однозначная симуляция деятельности, изображение вот этих процессов, возможно, успешное, возможно, эффективное изображение и имитация, возможно, это кого-то очарует и так далее. Конечно же, будут яркие примеры ее действенности этой системы, но речь идет о том, что система взаимодействия с населением – это система взаимодействия с большим количеством людей, а не с отдельно взятой девочкой, который, бац, и, значит, решили проблему с инвалидной колясочкой или там с отдельно взятым главой Баймахского района, на которого, оказывается, написали какое-то там, значит, заявление в Фейсбуке о том, какой он плохой, и вот ему, значит, прилетело. Хотя, на самом деле, все было ровно наоборот. Сначала прилетело, а потом отчитались о том, что это из Фейсбука. Я к чему это говорю? Система работает в двух словах так. Люди пишут что-то в интернете, причем это именно что-то, самое разное, и самые разные люди, и их десятки, если не сотни тысяч. Система как будто бы анализирует эти пространства, да, то есть названные… Что значит система? Это некая компьютерная программа? Это некая компьютерная программа, которая анализирует по, например, есть простейшая и древнейшая система выборки, это по кодовым словам, да, то есть, во-первых, вопросы к квалификации людей, создающих этот словарь этих слов, во-вторых, вопросы к мощности системы, в каком контексте и какое количество этих слов она может обрабатывать, И в-третьих, в конечном итоге, у вас, оператора на столе, оказывается огромный объем информации, например, с упоминанием слова «хабиров». Вы получаете, там, 122 тысячи ссылок на 122-2 тысячи упоминаний, значит, хабиров, далее вы должны понять, в каком контексте это случилось, к кому это относится, жители, там, какого-нибудь Куэргазинского района молят о том, чтобы ради хабиров прибыл и разобрался с их главой, например, да, кому это отправить, да, понятно, хабирову. Значит, где-то не работает элеватор для, скажем, инвалидной коляски в каком-нибудь социальном заведении, кому это нужно отправлять, ну, по принадлежности. То есть, ресурсов человеческих не хватит. Вы понимаете, да, система может выбрать слова из интернета, но потом появляется человек, который начнет их сортировать. Качество этой сортировки, отсутствие принципов этой сортировки, отсутствие, значит, механизмов быстрой передачи этой информации обрекают этот процесс на провал. Но есть еще самая страшная история. Кто у нас сидит в интернете и как это выглядит? Аккаунт упоротого лиса пожаловался на качество воды в Куэргазинском или Чешминском районе? А Минздрав или Минэкологии должны ответить упоротому лису? Ну, не смешите меня, потому что есть норматив взаимодействия с обращением граждан. Я уже говорил о том, что существуют некие реквизиты обращения граждан. Упоротый лис не гражданин. У гражданина имя, отчество, фамилия, адрес и контактные данные, как с ним связаться. Только тогда это обращение будет... А если это шутка? А если это неправда? Система, естественно, захлебнется и не будет работать в таком режиме. А если поставить ограничения по каким-то признакам, то тогда под эти ограничения попадет слишком много достоверных заявлений и всевозможных информаций. Возьмем пример, простой пример, а вчерашней истории с парковкой автомобиля руководителя Госкомтранса на неположенном месте на парковке для инвалидов. Система инцидент уже ответила на этот вопрос? Это сообщение прошло, ну и было, попало в круг внимания примерно 20-25 тысяч человек. Аудитория этого сообщения была. Ну нет, конечно. То есть инцидент на Госкомтранс не заточен. Значит ли это, что все эти системы инцидент и вообще вот эта публичность в соцсетях, она будет свернута через там сколько у Хамитова, там полтора-два года было? Нет, не значит. На самом деле я очень рассчитываю на то, что будет дана трезвая оценка вот подобным инициативам. Ну, я не говорю, что нужно эту систему инцидент сворачивать немедленно. Ее нужно либо правильно оценивать и не допускать того, чтобы было, ну, утверждение о том, что это единственный и главный механизм взаимодействия с гражданами. Надо дать правильную оценку его эффективности. Для этого нужно иметь критерии эффективности. Их тоже не существует. Ведь завтра, если кто-нибудь скажет, у нас все прекрасно работает, да вы что? Да мы на 100 тысяч 500 сообщений ответили. Это непроверяемо, это недоказуемо. И самое главное, непонятен эффект. Опасность здесь заключена в том, что если кто-то будет, ну, как условно говоря, втирать очки по поводу действия подобной системы, а система работать не будет, то тогда мы получим на выходе, ну, нарастание социальной напряженности. Против чего, собственно, и заточены все эти системы. То есть вот это главная опасность. Дело не в том, что кто-то кого-то обманет, там, кто-то пропиарится на этом, кто-то там, значит, весело проведет время или там освоит бюджет. Это еще полбеды. А беда в том, что так и не будет налажена система взаимодействия с населением. В итоге людям писать об инцидентах в своих соцсетях или бесполезно это делать? Я бы мог породить сейчас флешмоб о том, чтобы давайте, значит, запустим достоверную настоящую информацию, благо ее вокруг нас огромное количество, да, то есть от состояния дорог до, там, качества обслуживания в МФЦ. И вот с каким-нибудь там хэштегом, там, считайте это инцидентом, да. Ну, это ни к чему. Мы, я думаю, что мы в состоянии, ну, и специалисты, по крайней мере, а я специалист по взаимодействию обществу и власти. Я могу через какой-то период времени дать четкую оценку, как бы с научной точки зрения, действенности этой системы. Она существует или не существует, работает, не работает, какие у нее там пробелы. Другой вопрос, заинтересованы ли в этом нынешние власти, не является ли это тем самым вот элементом подготовки к выборам, на самом деле. То есть, если это так, ну, пускай это будет так, в конце концов. Как вы оцениваете реакцию общества и в части соцсетей, и в части, я не знаю, там, публичных людей, да, которые, в общем, довольно-таки однозначно высказываются так радужно с точки зрения прихода ради Хабирова к власти? Вот и Радель Мухаммедов вчера вот отреагировал на наш эфир, что, в общем, наши гости зачастую излишне, скажем так, позитивно воспринимают эту новость. Тем, для кого Хамитов был врагом, я хочу напомнить такую поговорку древнюю, африканскую. Если крокодил съел вашего врага, это не значит, что крокодил стал вашим другом. Это раз. Тем, кто радуется, потому что действительно устали от того, ну, непорядка, который царил на территории республики вот в предыдущие годы, ну, что же, это естественная реакция, и люди, естественно, среагировали. Главное, не переборщить с ожиданиями, главное, не начинать требовать от новой власти невозможного, а потом расстраиваться от этого, да, то есть трезво подходить к перспективам и возможностям, которые есть у этой власти. А то, что касается вот этой вот чудовищной комплементарности, которую мы наблюдаем, значит, и в ваших эфирах, и в интернете, и везде там, ну, это тоже свойство, наверное, и нашего региона, немножко азиатского, немножко такого провинциального. То есть вот этот патернализм к власти, это страшный яд для самой власти, это ужасный токсин. Иногда люди, не способные переварить, скажем, подобные вещи, они растворяются в этой лесте, в этом почитании. Я надеюсь, что Хабиров прошел достаточно суровую школу, которая ему преподала уроки, когда люди сдаются и поддаются вот подобным соблазнам. Не думаю, что на него это должно как-то так всерьез влиять, но кроме него есть еще огромное количество людей, которые начинают сейчас приходить во власть, которые начинают занимать существенные позиции, кому-то из них не удастся справиться с этими вещами, да, и то есть как только мы по радио или по телевизору услышим, там, дорогой вождь, любимый ради Фаридовича и прочие-прочие эпитеты, вот здесь надо будет, наверное, где-то насторожиться, может быть, даже некоторые люди, я имею в виду из власти, как-то одергивают подобных льстецов, вот, ну, посмотрим, это естественно, к сожалению. Но, между тем, вы тоже были одним из апологетов того, что Хамитов должен уйти, да, у вас даже специальные группы в социальной сети, вели, значит ли это, что вы сейчас все-таки вот рады больше, да, чем не рады? Мое отношение к этой ситуации такое, я рад тому, что Хамитов ушел, это так, и это точка. Значит, я внимательно смотрю за тем, что делает пришедшая новая команда, вот этот вот малочисленный отряд десантников из Красногорска. Я затрудняюсь сейчас дать однозначные оценки, потому что, наверное, недостаточно, там, 30 дней на то, чтобы вот это оценить все, и люди не в состоянии за 30 дней, там, внести серьезные изменения. Есть несколько настораживающих моментов, ну, во-первых, безошибочных действий точно не будет у власти, ну, их не бывает, то есть не бывает работы без ошибок, да. Вопрос только в том, насколько они будут тяжелы, эти ошибки, и насколько на них будут настаивать, как на не ошибках. То есть совершил ошибку, исправил, ничего страшного. А вот совершил ошибку и настаиваешь, что ее не существует, вот это вот очень плохо. Есть некоторые настораживающие моменты, их не так много пока, они не так фатальны. Я думаю, что надо наблюдать еще какое-то количество времени, и есть проблемы, собственно, вот мы говорили о похожести, да, то есть Хабирова и Хамитова, и непохожести. К сожалению, общим местом для них, для обоих этих людей стало отсутствие кадров. Вот как раз о кадрах хотелось бы поговорить, да. Это колоссальная проблема, важнейшая. Причем начать, наверное, немножко с конца. Вот есть информация о задержаниях бывших заместителей главы, в частности, вот последний, да, у нас был, который, в общем, был из команды Хабирова, пришел вместе с ним в администрацию Красногорска, и, в общем, комментариев особо мы здесь получить не смогли на эту тему. Естественно, абсолютно. Это о чем-то говорит или не надо? Конечно, это чрезвычайно неприятно, неприятный факт для команды Хабирова. Ну, такая первая появившаяся какая-то негативная, значит, информация, пускай и косвенно относящаяся к событиям Башкирии, да, то есть, ну, в любом случае, пока еще Хабиров неразрывно связан с Красногорском и с тем, что там происходило. Кроме всего прочего, насколько я знаю, этот зам занимался как раз-таки вопросами долевого строительства решения этой проблемы, но не знаю, связан ли его арест непосредственно с процессами вот в этой области. Ну, это неприятно, то есть, формально можно сказать, а при чем здесь мы? Ну, хватило ума этого не делать, то есть, хватило ума никак не комментировать. Такая позиция тоже может быть. Нехороший для них факт не очень значительный, не очень большой, им не предано большого внимания там в медийном пространстве, ну и ладно. Коммерсант написал, что Урал Кельсенбаев, глава Советского района, может возглавить очень важное подразделение администрации по взаимодействию со СМИ, с партиями и так далее, то есть, заменить Михайлова. Как вы это оцениваете? Ну, я бы хотел пояснить, что Урал Кельсенбаев не планирует заменить Михайлова, а планирует заменить Азаматова, я имею в виду возглавить, управление внутренней политики, взаимодействие с общественными организациями, партиями и так далее. Это разные вещи, на самом деле, то есть, я имею в виду позиции очень разные. И я, честно говоря, недоумеваю от этого назначения. Урал Кельсенбаев талантливый муниципальный чиновник, на самом деле, начинающий муниципальный чиновник, человек без опыта вообще какой-либо политической деятельности, человек без понимания, по крайней мере, на данный момент, я не отрицаю его потенциала, но, тем не менее, на данный момент констатирую, что человек никогда не был вовлечен во взаимодействие с национальными, организациями, с вообще любыми общественными организациями, с политическими оппонентами, с парламентскими партиями и так далее. Сейчас все это свалится на него. Будем рассчитывать на то, что он вундеркинд и человек поразительной способности адаптироваться в различных средах, но это абсолютно нелепое назначение с точки зрения целесообразности, о которой было первоначально заявлено, о профессионализме, о котором было первоначально заявлено. И здесь, ну, вот это настораживающее назначение. Дай бог Уралу справиться с этими задачами. Задачи перед ним стоят колоссальные, потому что Азаматов и всякие прочие Черенковы развалили работу этого управления до основания, фактически не работая последние несколько лет. Ему придется заново организовывать эти процессы. А самое страшное, опять же, что ему придется искать людей для работы в этом управлении. Если кто-то предполагает, что они смогут переориентировать существующие сейчас кадры в этом управлении, это будет фатальная ошибка. Они не работали и не будут работать. Всерьезно. Вот это ужасная проблема, стоящая перед Кельсинбаевым. Я не знаю, как он ее решит. Александр Сидякин во главе администрации, депутат Госдумы. Это очень такое экстравагантное решение со стороны Ради Хабирова. Полагаю, что оно было задумано давно, ну, или, по крайней мере, предполагалось, что так может случиться. Судя по достаточно быстрому согласию и решению всех вот этих вот, ну, таких технических моментов по уходу из Госдумы, там, и так далее, и так далее, оно было воспринято положительно, либо было согласовано заранее с Сидякиным. Очевидно, что Сидякин, будучи, ну, бесспорным специалистом по выбору, специалист я беру не в кавычки, а беру в скобки, потому что, ну, здесь не даю пока этому оттенка положительного или отрицательного. Он специалист по процессам. Он, конечно, заточен на сентябрь 2019 года. То есть здесь можно порассуждать о том, что это надолго ли он глава администрации. Ну, ответов, на самом деле, на этот вопрос два, надолго и ненадолго, да? То есть ненадолго это до сентября, и возможно, что, ну, как бы он перейдет в какое-то другое качество, либо исполнив хорошо функцию главы администрации в предвыборный период, возможно, он останется главой администрации. Я, честно говоря, не присутствовал при обсуждении этих вопросов. Но то, что он заведен на выборный процесс, это абсолютно очевидно. Продолжение следует...